Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, уважаемые участники вебинара! В Москве у нас 12 часов, это значит, что мы начинаем наш очередной вебинар. Сегодняшний вебинар буду вести я, Калиников Павел Юрьевич, руководитель учебно-методического центра и проекта Директ Академия. Сегодняшний наш вебинар, да, я забыл задать вопрос, хорошо ли меня слышно? Судя по тому, что никто не возражает на мои первые слова, наверное, хорошо. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, как обычно, если видите и слышите меня нормально. Спасибо! Ну, как обычно, несколько слов перед вебинаром. В начале чата две полезные ссылки. Это я говорю для тех, кто ходит на наши вебинары, кто первый раз, может быть, пришел. В начале нашего чата две полезные ссылки. Первая ведет на расписание наших вебинаров и вообще на сайт нашей Директ Академии. На этом расписании вы можете подписаться, зарегистрироваться на все вебинары текущего учебного года и посмотреть записи прошедших вебинаров. Записи вебинаров, как правило, появляются в течение недели после их появления. Обычно это происходит где-то в четверг. В пятницу появляются новые записи за всю прошедшую неделю. Этот вебинар тоже записывается и он тоже будет опубликован в конце этой недели. В начале нашего вебинара, до его названия, я запустил такой учебно-информационный ролик по поводу того, что вам надо знать перед вебинаром, как надо вести себя, чтобы получить нормальный сертификат и как скачать презентацию, если вам она нужна. Поэтому повторяться здесь не буду, а сразу приступим. Ну, еще одно объявление перед тем, как начать вебинар. Сейчас я скопирую в чат две ссылки. Это ссылки на предстоящие вебинары. Так получилось, что по нашему расписанию ближайшие два вебинара проведу я, и они будут посвящены университетской библиотеке онлайн, нашему основному продукту. Сегодняшний вебинар посвящен функционалу и сервисам администратора библиотекаря. Следующий вебинар будет посвящен, он пройдет послезавтра, будет посвящен рекомендательному сервису книгообеспеченности. Сервис достаточно сложный, но относительно сложный, поэтому по нему отдельный вебинар проводится. Сегодня я только вкратце расскажу о нем. И 3 октября будет проведен вебинар для преподавателей и студентов. И в нем будет рассказывано о том сервисе университетской библиотеки онлайн, о том функционале, который доступен всем. Ну, наверное, это может быть полезно и библиотекарям тоже. Но я вас призываю, если есть интерес у ваших студентов и преподавателей, им ссылочку эту скинуть, чтобы они могли тоже посетить наш вебинар. Ну что ж, да, таким образом у нас получается, что вот эти три подряд идущих вебинара, они охватывают, в основном охватывают все возможности университетской библиотеки онлайн. Это наши три типовых вебинара, которые проводятся раз в полгода. Те из вас, кто был уже на таких вебинарах полгода назад, в начале нашего года, в принципе, могут на эти вебинары не ходить. В них есть новое, но не так много. В основном это связано с небольшим изменением интерфейса. А так все относительно стабильно, ну, за исключением, может быть, рекомендательного сервиса, который немного изменился, книгообеспеченности. Вот, поэтому в основном то, что я буду говорить, я буду говорить привычные вещи. И для тех, кто, может быть, хочет еще раз или впервые узнать про функционал университетской библиотеки онлайн. Ну что ж, давайте пойдем вперед. В течение сегодняшнего вебинара я вам покажу несколько учебных роликов, посвященных тем или иным возможностям университетской библиотеки онлайн. Вот, и это касается тех сервисов, которые, ну, не то чтобы труднее остальных, но, может быть, требуют некоторых неординарных действий. Вот, поэтому по ним специально созданы учебные ролики. И эти учебные ролики, обращаю ваше внимание, если вы захотите потом их пересмотреть или показать кому-то из персонала библиотеки, они лежат на нашем учебном портале на YouTube, ссылка на который, как я уже говорил, в начале чата располагается, вы их там можете найти и использовать, как считаете нужным для обучения ваших сотрудников. И последнее объявление. Как обычно, все наши презентации, которые созданы в Директ Медиа, они свободны для скачивания и использования. Если вы их будете использовать для своих целей каких-то, единственная наша просьба указать автора и источник. Вот, а так можете использовать для проведения своих семинаров или каких-то других занятий со своими сотрудниками. Ну что ж, давайте поедем по теме нашего вебинара. Итак, сегодня наш вебинар для библиотекарей. Те возможности, о которых мы сегодня будем говорить, не доступны ни студентам, ни преподавателям. Они доступны только библиотекарям в роли администратора, или как мы это называем, корневой пользователь. Что такое корневой пользователь? Это главный пользователь университетской библиотеки онлайн со стороны ВУЗа. То есть в каждом ВУЗе, который подписан на университетскую библиотеку онлайн, есть корневой пользователь. То есть пользователь, который отвечает за все внутри ВУЗа. И вот у него в его роли расширенные права, существенно расширенные права. Он многое может, и многое может посмотреть, и многое может сделать в университетской библиотеке онлайн. Поэтому по этому функционалу мы проводим отдельный вебинар. Итак, самое первое, это скорее для тех, кто только собирается присоединиться к нашей ЭБС. Это способы регистрации и подключения к ЭБС. Полноценное использование университетской библиотеки онлайн возможно только после регистрации в ней. Регистрируется, как правило, целый ВУЗ. И потом внутри ВУЗа раздаются логины и пароли тем пользователям, которые должны использовать университетскую библиотеку онлайн. Регистрация позволяет получить доступ из любой точки входа в интернет. То есть наша система не является системой с ограниченным применением, где можно получить доступ исключительно из класса или откуда-то. Но при необходимости вы можете организовать именно такой и только такой доступ к своей системе. Ну и позволяет пользоваться личным кабинетом и всеми пользовательскими сервисами. Обращаю ваше внимание, что как раз именно в личном кабинете есть основные отличия пользователя корневого от пользователя обычного. Какие же вообще есть типы пользователей или, как говорят айтишники, роли в нашей университетской библиотеке онлайн? Корневой пользователь – это, собственно, в данной ситуации вы. Для вас я рассказываю вот этот вот вебинар. И три других уровня доступа или роли – это преподаватель, студент и абонент организации. Студент или читатель. Ну, в случае, когда доступ к БС приобретает публичная библиотека, это, конечно, не студент, это читатель. Ну, суть одна. Суть в том, что это самый массовый конечный пользователь, ради которого, собственно, эта библиотека и существует. Это, с одной стороны, это низшая роль, то есть роль с наименьшими правами, а с другой стороны, это самая массовая роль и та роль, повторюсь, ради которой все, собственно, и создается. Вот, и еще две роли с промежуточными правами – это преподаватель и, похожие на него, абонент организации. Абонент организации похож на преподавателя, но это, как правило, сотрудник административного аппарата, вуза или библиотеки, и права у них похожи на преподавательские. Ну, что касается преподавателя, у него некоторое количество дополнительных прав по формированию групп, по операциям со своими студентами и так далее. Но, в принципе, он не очень сильно отличается от студента по своим правам. Но у преподавателя есть свои резоны в пользовании ЭБС. Преподавателей мы рассматриваем как потенциальных авторов, и поэтому с ними работаем немножко отдельно. У нас для преподавателя, как я уже сказал, 3 октября состоится вебинар, где будет объяснен функционал преподавателя и студента. И еще у нас в нашей осенней программе есть вебинары для преподавателей-авторов. Внимательно следите за расписанием, там они есть. И это особый случай. Мы, преподаватели, рассматриваем не просто как роль в ЭБС, но и как роль в нашей экосистеме, более глубокую роль в нашей экосистеме информационной, где он является автором. И как с автором мы с ним предполагаем работать. Так что приглашайте ваших преподавателей и на эти наши вебинары. Как производится регистрация пользователей после того, как вы подключены к университетской библиотеке онлайн? Это может быть, кстати, не обязательно штатное боевое подключение, но и пробное подключение. Во-первых, вы можете сделать регистрацию из стен вуза. Чем это удобно? Это удобно для библиотекара тем, что вам не надо акцептовать каждого пользователя, а надо акцептовать, то есть давать разрешение на регистрацию только для ролей более высокого ранга, таких как преподаватель и абонент организации. Вот для этих пользователей вы должны подтвердить их роль преподавателя и только после этого они зарегистрируются. Все остальные же студенты, они зарегистрируются автоматически. Это производится в том случае, если в вашем учебном классе, вашего учебного заведения мы можем этих людей идентифицировать как ваших студентов по IP вашего вуза. Это позволяет вам просто привести группу студентов, чтобы они самостоятельно зарегистрировались в университетской библиотеке онлайн от своего имени из стен вуза. И вам больше ничего не надо делать, они появляются среди пользователей ЭБС. Можно проводить также и удаленную регистрацию, это когда студент самостоятельно, студенты, преподаватели самостоятельно приходят к себе домой или куда-то, где они пользуются интернетом и оттуда регистрируются в ЭБС. Но в этом случае вам предстоит немножко большая работа. В этом случае вы должны акцептовать каждого студента, сверить со списком и дать ему права студента в вашей ЭБС. Ну и наконец вы можете просто прислать список ваших пользователей вашему менеджеру и наши администраторы в виде простого такого списка, где есть фамилии, имя, 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 отчество, e-mail, логин и пароль. И, ну, пароли можем и мы сгенерить на самом деле, а логины, они совпадают с электронной почтой этих людей, как правило, либо можно придумать какой-то другой логин. Вот, и тогда мы просто введем за вас это списком в университетскую библиотеку онлайн этих людей. Есть и иной способ. Вы можете сами специальным списком автоматизировать свою деятельность и завести своих пользователей. Об этом будет чуть позже в ролике соответствующем. Ну и вот тут мы плавно переходим к правам и возможностям корневого пользователя. Предыдущая небольшая часть была посвящена, ну, можно сказать, вводной частью, хотя она тоже, ее можно было назвать права и возможности корневого пользователя, но, так как эти действия производятся в самом начале, мы их выделили в начало презентации. Итак, если вы корневой пользователь, то при входе вы попадаете в общий интерфейс. И в чем же отличие и где, собственно, ваши права, особенные права проявляются? Для этого надо нажать на вот эту вот маленькую кнопочку рядом с вашим именем и вываливается вот такое вот менюшка. И вот внешний вид этого меню, собственно, и говорит о том, насыщенность этого меню, собственно, и говорит о том, в какой роли вы находитесь. Если вы, да, вот эти вот три первые строчки, они как раз и являются вашими специализированными функциями библиотечными. Собственно, они все три ведут примерно в один и тот же интерфейс, но с разными включенными вкладками. Поэтому, ну, основная из них это мой ВУЗ, вот это вот. Нажав на нее, мы попадаем вот примерно в такой вот интерфейс с несколькими вкладками. Основные ваши возможности как корневого пользователя, библиотекаря, находятся вот здесь. Следующие вкладочки. И вот здесь вот во вкладке «Мои события». Вот давайте рассмотрим эти возможности по одной. Сначала вкладку «Мой ВУЗ», потом «Статистику» и «Мои события». Ну, вот я здесь в виде списка показал вот это вот, те возможности, которые мы сегодня рассмотрим. Самая первая возможность – это получить информацию о своей подписке. Вот, да, попадаете вы вот сюда. Итак, во вкладке «Мой ВУЗ» выбираете информацию о подписке. Здесь есть две основные, последнюю не рассматриваем, она не так важна. Последние, две основные вкладки, подвкладки – это информация о подписке и движении фонда. Информация о подписке – это просто информация о той ЭБС, которая реализована у вас. Дело в том, что ЭБС в конечном ВУЗе, то есть у вас, она всегда немножко отличается от полной ЭБС, которая содержит вообще все книги. Отличается она тем, что ваша подписка, как правило, немного уже, чем вся ЭБС. И вот, знание того, что же конкретно есть в вашей подписке, дается по вот этой вот вкладке. Вы можете раскрывать разделы книг, разделы, коллекции, аудиокниги, карты, тренажеры, смотреть, что вам здесь доступно. И там появляется кликабельный список, и можно непосредственно перейти в ту книгу, куда вам интересно. Да, вот так это выглядит. Вот, например, мы посмотрели здесь аудиокниги и подкасты, нашли здесь издание «Данилевский. Россия и Европа». И здесь вот два подкаста есть, которые можно послушать. Это кликабельные ссылки на них, направляя мышку, можно просто их послушать. Ну, или положить на свой личный кабинет, на свою книжную полку. Второй важный пункт здесь – это движение фонда. Фонд, он постоянно меняется. Меняется по многим причинам. Первая причина – это, собственно, по вашей воле, когда вы изменяете в ту или иную сторону подписку, доподписываетесь, отписываетесь от каких-то ресурсов. Как правило, это происходит в момент изменения, ну, продолжения вашего участия в библиотеке. Раз в год вы как-то пересматриваете свой фонд. Во-вторых, у нас очень много книг приходит в течение года. Ну, и в-третьих, некоторые книги у нас уходят. Это, конечно, основной вопрос, но это больной вопрос любой ЭБС. Мы его стараемся решать при помощи заключения длинных договоров на книге на несколько лет. Ну, тем не менее, с авторскими правами постоянно происходят какие-то вещи. Авторы приходят, уходят, изменяют условия и так далее. Какие-то книги могут и выпасть. И чтобы вы... Это небольшая часть, это несколько, может быть, сотен книг из наших сотен тысяч в год. Ну, такое есть. И чтобы знать, что, собственно, происходит с вашим фондом, есть вот такой вот инструмент, в котором можно сравнить любое запомненное состояние вашей подписки с любым другим запомненным состоянием, а также с незапомненным, но актуальным состоянием, то есть с состоянием на настоящий момент времени. Если вы не проводите периодическое запоминание вашего фонда нажатием на вот эту кнопку «Запомнить текущее состояние подписки на сегодняшний день», то оно производится автоматически, если не изменяет память, раз в две недели. А если уже запоминаете состояние, можете хоть каждый день его запоминать, или там каждый час, то вот эти все состояния будут у вас в табличке отображаться. Таким образом, вы можете, например, сравнить сегодняшнее состояние с состоянием две недели назад, с состоянием год назад, с состоянием два года назад. Ну, важно, чтобы эти состояния были в свое время запомнены. Ну что ж, и что же происходит, когда вы нажимаете... Вот здесь вот маленькая кнопочка. То вам выгружается экселевская таблица, в которой... К сожалению, у меня ее нет, это экселевская таблица. Но смысл ее в том, что у вас появляется отдельная информация о том, что новое пришло, и отдельная информация о том, что ушло. То есть появляется разностная информация между вот этим состоянием один и вот этим вот состоянием два. Обращаю ваше внимание, что состояние два – это не обязательно актуальное состояние. Вы можете захотеть узнать, что было, какая разница была между годом назад и двумя годами назад, например. Все это можно сделать в этом интерфейсе. Ну, второй пункт, это достаточно простой. Это если вы только начали работать в университетской библиотеке онлайн, вам желательно оформить рассылку. Рассылки бывают двух видов. Это информационная рассылка о контенте. Здесь вы можете выделить те разделы ЭБС, которые вас интересуют. Разделы контента я имею в виду. Ну и второй вид рассылки – это подписка на новости. Новости – это очень полезная рассылка. В ней основные мы не просто рассказываем о новостях ВБС, но и о многих других полезных вещах, которые могут быть вам интересны. Ну, в частности, если вы получали рассылку о наших вебинарах, значит, у вас уже оформлена подписка на наши новости. Если вам эту информацию передал кто-то другой, а сами вы такую не получали информацию о наших вебинарах еженедельную, то значит, вы не подписаны на новости, и вам, возможно, стоит это сделать. Ну и вот большой пункт, связанный с пользователями. Частично я о нем рассказал, когда речь шла о том, как управлять, как заносить пользователей в систему. А теперь, собственно, сам интерфейс. Интерфейс такой достаточно продвинутый. Здесь есть списки, есть способы добавлять по одному читателю, способы добавлять массовый, при помощи списка добавлять слушателей. И вот такая табличка с фамилиями, логинами, имейлами, типами пользователей. Табличка ранжируемая, можно ранжировать по любому столбцу. Причем запоминается два последних ранжирования. То есть предыдущее ранжирование тоже оказывает влияние. Вот так вот производится регистрация пользователя, когда вы это делаете вручную и по одному. Поэтому вы выбираете фамилию, имя, отчество, имейл, логин и тип профиля. То есть роль студент, преподаватель, абонент организации. Ну тут я вам хочу обратить внимание, если вы используете это, вам надо обращать внимание, прежде всего обращать внимание на то, чтобы имейл был актуальный, потому что иначе будут проблемы. Ну и если вы вводите преподавателя, очень важно вводить его фамилию, имя, отчество, потому что иначе он не получит информацию о своем ринз, а ему это очень интересно подчас. Можно импортировать таблицы. Давайте я это вам покажу сейчас в виде учебного ролика, потому что это, ну не то чтобы очень сложно, но лучше это посмотреть в виде учебного ролика. Сдвинулись кнопки ранжирования чуть ниже. Да, я тоже это заметил. Ну, надо задать вопрос нашим разработчикам. Честно говоря, не знаем, почему так произошло. Возможно, они просто с интерфейсом экспериментируют. Ну, суть осталась у них та же. Итак, давайте запустим ролик. Я остаюсь в чате и ухожу на это время из эфира. Так что на ваши вопросы могу ответить. Продолжение следует... Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Павел Калинников. И мы с вами продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом университетской библиотеки онлайн. Сегодня мы с вами рассмотрим функционал библиотекаря, который называется Пользователи или Работа с контингентом. Для того, чтобы перейти к этому сервису, мы должны войти в личный кабинет. Для этого нажмем одну из синих кнопочек, которая располагается в правом верхнем углу сайта. Нажмем на кнопочку Мой ВУЗ, чтобы оказаться сразу в нужной вкладке. При нажатии на кнопочку Мой ВУЗ снизу открывается пространство, которое управляется верхним рядом вкладочек и в каждом из них в вертикальном меню. Во вкладке Мой ВУЗ в вертикальном меню находим пункт меню, который называется Пользователи. При нажатии на этот пункт меню высвечивается табличка со списком всех пользователей, которые уже были введены в систему. Давайте вкратце рассмотрим функционал сервиса пользователей. Для начала посмотрим, что за таблица высветилась. Высветилась таблица всех пользователей системы в том порядке, в котором они были добавлены в базу данных. Теперь мы можем изменить этот порядок. Для этого существуют вот такие вот стрелочки у каждого поля. Давайте для начала отранжируем поле ID. Вот так вот мы отранжировали от старшего к младшему, а сейчас наоборот от младшего к старшему номеру. Наверное, наиболее удобно пользоваться ранжированием по логину, e-mail. Давайте теперь отранжируем таблицу по фамилии, имени и отчеству. Ну вот табличка отранжировалась. Мы видим, что сначала идут пустые поля. Мы можем еще раз нажать и отранжировать в обратном порядке. Вот вы видите, что теперь фамилии идут с конца алфавита, в данном случае с буквы «Ш». Давайте снова отранжируем с начала алфавита и попробуем произвести повторное ранжирование по другому параметру, например, по типу пользователя. Вот при нажатии на кнопочку ранжирования мы увидели, что впереди появились преподаватели только. И обращаю ваше внимание, что внутри категории преподавателей сохранилось предыдущее ранжирование, которое мы проводили. Это ранжирование по фамилии, имени и отчеству. То есть внутри всех преподавателей, а их у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, идет ранжирование по алфавиту, по фамилии, имени и отчеству. Так же происходит с любыми двумя подряд идущими ранжированиями. Предыдущее ранжирование, оно сохраняется как ранжирование второго приоритета. Ну давайте еще раз посмотрим, какие здесь есть поля. Это те же самые поля, которые существуют при добавлении нового пользователя. Ну за исключением, наверное, поля ID, которое присваивается базой данных автоматически. Что можно сделать с вот этими полями? Прямо в табличке можно отправить пользователю письмо с его параметрами доступа. Это письмо уйдет по вот этому адресу. Что мы еще можем сделать? Удалить пользователя из системы. Или редактировать параметры пользователя. Ну вот мы можем поправить фамилию, имя, логин, mail или переопределить пароль. Если ничего здесь не делать, то пароль останется прежним. Если написать пароль явно, то он переопределится. Мы этого делать сейчас не будем. Простейшие операции, которые можно сделать с этой табличкой. Ну, во-первых, поискать по каким-то параметрам. Например, ну вот у нас сейчас здесь всего 300 пользователей. А если бы у нас было 30 тысяч, то найти что-нибудь в этой табличке было бы достаточно проблематично. Ну и в этом случае поиск, конечно, очень сильно помогает. Ну давайте попробуем. Найдем всех пользователей с именем Павел. Да, и таким образом я хочу показать, что здесь можно вводить не полное поле, а любые подряд идущие символы из этого поля. Ну найдем таких пользователей. Ну вот мы видим, что нашлись два пользователя. Один из них это я. И еще один пользователь, еще один Павел Максимов. Таким образом можно вводить фильтрацию в эту табличку. Сбросим этот фильтр и снова перейдем к полной табличке. Что еще можно делать? Можно просто добавить еще одного пользователя, нажав на вот эту вот кнопочку. Здесь мы видим те самые поля, которые есть у нас в табличке. Фамилия, имя, отчество, e-mail, логин и тип профиля, который вы должны обязательно выбрать. Это преподаватель, студент или пользователь организации. Это роли или типы профиля, которые определяют те права, которые будут доступны данному пользователю. Преподаватели и пользователи организации отличаются от студентов в основном расширенным личным кабинетом, в котором они могут производить некоторые действия, связанные с выполнением их обязанностей. Итак, ну вот самое простое мы видели. Мы можем зарегистрировать еще одного пользователя. Однако, если у вас много пользователей, вы можете воспользоваться массовыми операциями, такими как обновить или импортировать пользователей таблицей. Вот мы нажали на вкладочку, которая переводит нас в функционал загрузки таблицы. Здесь мы можем прочитать инструкцию по поводу того, как должна быть использована данная опция. Внизу этой инструкции приводятся примеры того, как эти таблички должны выглядеть. Табличка для обновления данных отличается от таблички импортных данных одним-единственным полем, уже заполненным ID. Это означает, что пользователь уже существовал в системе, и его не надо вновь создавать, а надо переопределить его параметры. Чтобы не создавать такую табличку с нуля, вы можете просто скачать эту табличку по этим вот ссылочкам. Ну давайте вот скачаем пример таблички для обновления. У нас скачалась форма записи для обновления данных такого вот вида. Начиная с четвертой строки, вы можете заполнять произвольное количество строк, которые могут быть введены в электронную библиотечную систему. Эти строки не обязательно набирать вручную. Вы можете воспользоваться сведениями, которые есть, видимо, в информационной системе вашего ВУЗа, и тогда это будет достаточно просто и почти автоматически сделано. Ну, по крайней мере, некоторые поля из этой таблицы могут быть заполнены таким образом. Ну и последнее, что мы еще с вами не посмотрели, это возможность скачать весь список ваших пользователей в Excel-овскую таблицу. Давайте посмотрим, как это сделать. Для этого служит иконка рядом с обозначением количества пользователей, которые зарегистрированы в системе. Нажмем на нее. Вот файл загрузился. И давайте мы его посмотрим. Вот этот файл. Это та же самая табличка, в которой есть ID пользователя. На сей раз фамилия, имя и отчество полностью. Есть информация об учебной группе. Ну, эту возможность мы не будем сейчас рассматривать. Логин, мейл, дата рождения, тип пользователя. Он может быть обозначен как студент, абонент организации или преподаватель. Сведения об активации аккаунта, о наличии доступа и о дате регистрации. То есть тут немножко больше данных, чем в той табличке, которая высвечивается непосредственно в интерфейсе EBS. Ну и последнее, что я хотел бы заметить, что ваш личный аккаунт как библиотекаря в этой табличке не отображается. И править вы его не можете. Это происходит потому, что библиотекарь – это пользователь с высшими правами. И аккаунт библиотекаря, он создается непосредственно администраторами электронной библиотечной системы вручную и присваивается вам также вручную. Ну что ж, мы познакомились с сервисом пользователя в личном кабинете библиотекаря. Тема нашего ролика исчерпана. До свидания. До встречи в новых учебных роликах. А мы продолжим наш сегодняшний вебинар. И следующий пункт меню – это показатели EBS. Мы здесь тоже посмотрим ролик. Здесь ничего сложного в этом интерфейсе нет, но информационная составляющая достаточно продвинута. Так, я не увидел, что здесь появились вопросы. Вопрос по контенту. Последнее время из базовой коллекции мы выделили в отдельные некоторые издательства. Аспект Пресс. Восточная книга недоступна. Можно ли прислать рассылки об изменении в базовой коллекции? Я случайно это выясняю. Так, все это я передам. Вообще, хочу сказать, Людмила Викторовна, что вопросы по контенту – это всегда самые сложные вопросы. Просто потому, что очень трудно помнить для того, кто ведет вебинар, очень трудно помнить, что произошло вот за последнее время. Вот среди 112 тысяч единиц контента. Я ваш вопрос обязательно передам нашим администраторам, и они, я надеюсь, в течение одного-двух дней вам ответят. Это касается всех вопросов по контенту. Я вряд ли отвечу вам прямо сейчас, но обязательно гарантирую вам, что вам ответят. Итак, по поводу показателей ЭБС, вы знаете, даже особо не буду ничего вам сейчас говорить. Просто хочу сказать, что раньше эти показатели были супер важны для отчетности библиотеки. Сейчас они не так важны, потому что они не фиксируются в нормативных актах. Но все равно это очень удобно для всякого рода отчета перед вышестоящими организациями, потому что выдают информацию о габаритных параметрах вашей ЭБС. И давайте я запущу следующий ролик, который расскажет нам о показателях ЭБС. Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Павел Калиников, а мы с вами продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом университетской библиотеки онлайн. Сегодня мы поговорим о функционале, доступном только в роли библиотекаря. Этот функционал называется «Показатели ЭБС». Для того, чтобы воспользоваться этим функционалом, перейдем в личный кабинет аккаунта. Для этого нажмем одну из синих кнопок, расположенных в правой верхней части экрана главной страницы. Можем сразу нажать на кнопочку «Мой ВУЗ». Это главная кнопка этой группы кнопок. По нажатию на эту кнопку открывается поле, в котором мы видим несколько закладок и вертикальное меню. В закладке «Мой ВУЗ» по умолчанию стоит информация о ВУЗе. А нас сейчас интересует вот этот пункт меню, который называется «Показатели ЭБС». Нажимаем на эту кнопочку. Высвечиваются показатели электронной библиотечной системы. Обращаю ваше внимание, что по сравнению с предыдущей версией ЭБС, показатели появляются достаточно быстро, через несколько секунд. Раньше эта операция требовала до минуты, иногда и больше, потому что пересчитывалась вся база. Сейчас такое действие производится только при нажатии на кнопку «Обновить». А при вызове показателей ЭБС вызывается последнее запомненное состояние. Показатели ЭБС – это список информационных характеристик системы, ряд из которых являются цифровыми, а ряд являются, условно говоря, бинарными. И описывают просто некоторые возможности, которые существуют в ЭБС. Для чего нужен этот пункт меню? Во-первых, очень удобно иметь все габаритные параметры вашей системы в виде единого списка. Вот здесь он и приведен. Заранее хочу сказать, что все цифровые параметры, они обладают возможностью более подробной расшифровки в виде файла табличной формы. Например, такого, как файл Excel, файл HTML в табличной форме, ну и файл CSV – это такая упрощенная табличная форма. В первом пункте цифровых характеристик ЭБС приводится общий объем ЭБС. Для разных вузов он может немножко различаться, но вот эта вот габаритная цифра, она достаточно хорошо описывает общий объем нашей электронной библиотечной системы. Следующий пункт, второй, описывает количество учебников и учебных пособий за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла за последние 5 лет. Ну вот в данном случае вы видите эту цифру – это 10 878 учебников и учебных пособий. Ну, как известно, в нашей электронной библиотечной системе представлены не только учебники и учебные пособия, но также и научные монографии. В данном случае их 5814. В качестве дополнительной информации есть информация о художественной литературе. Ну, в данном случае более 7000. Далее идет информация о количестве издательств. Причем не просто всех издательств, а издательств, выпускающих издания, используемые в образовательном процессе и высших учебных заведениях Российской Федерации. В настоящий момент 388 таких издательств. Ну и следующие два пункта посвящены периодике. Количество наименований журналов – всего более 700. И из них количество ваковских журналов – около 200. Следующий пункт, который является цифровым, он является еще и раскрываемым, то есть многоуровневым. Это информация об изданиях по УГСН, то есть укрепленным группам специальностей и направлении подготовки. Всего таких изданий, распределенных по УГСН, в момент записи данного ролика – 8871. И мы можем открыть эту строку и посмотреть ее более точное содержание. Нажимаем на ссылку «Открыть» и внизу появляется распределение по всем 55 УГСНам. Ну вот мы видим название этих УГСН, их номера. Ну вот, например, возьмем «Химические технологии» 18.0.0.0.0. И можем посмотреть содержание путем скачивания соответствующего Excel-файла. Давайте скачаем этот файл. Это произойдет достаточно быстро. Откроем его в Excel. Посмотрим, что в этом файле. В этом файле мы видим следующие характеристики. Это идентификационный номер, ID книжки внутри нашей ЭБС, информация об авторе, названии, количестве страниц, годе издания, месте издания, издательстве, жанры. И о тех дисциплинах, с которыми может быть ассоциирован данный учебник или учебное пособие. Практически, кроме последних двух столбцов и первого столбца, который является ID, это составляющие библиографического описания. Ну, здесь они приведены в более удобном виде и с дополнительной информацией. На этом заканчиваются цифровые характеристики ЭБС и начинается просто перечисление тех технических характеристик ЭБС, которым она соответствует, как правило, в соответствии с каким-нибудь нормативным документом. Например, ФКОСом или каким-нибудь приказом или письмом Минобра. Ну, давайте перечислим те технические характеристики, которые соблюдаются нашей системой. Во-первых, это возможность доступа, первый пункт, из сети интернет, с любого места, вне зависимости от территории, времени, продолжительности доступа, точки доступа и так далее. Далее, это два, возможность одновременного доступа не менее 25% обучающихся к содержанию электронной библиотечной системы. Я думаю, что и более 25% на самом деле, но 25% нормируется в нормативных документах. Далее, у нас существует возможность полнотекстового поиска по содержимому нашей электронной библиотеки. Вы можете посмотреть соответствующий учебный ролик, в котором показано, как пользоваться поиском, включая и возможность полноценного полнотекстового поиска. Далее, ну, тут уже скорее это мы сами поставили себе такие рамки. Это возможность формирования статистического отчета согласно международным стандартам Counter. Чем хорош стандарт Counter, вы можете узнать в соответствующем учебном ролике. Речь идет о том, что разные электронные библиотеки и электронные библиотечные системы используют разную статистику. И эту статистику иной раз очень трудно сравнить между разными библиотечными системами. Потому что принимаются разные характеристики за основу. Ну вот, а стандарт Counter, он позволяет свести все параметры к таким стандартам, которые позволят сравнивать разные системы между собой. Следующий момент, это представление изданий с сохранением редакционно-издательских параметров печатной версии, оригинальной верстки. В некоторых случаях это очень важно, когда речь идет не просто о тексте, а о сложной верстке с таблицами, графиками, формулами и так далее. В этом случае сохранение печатной версии очень важно, особенно при обучении. Следующий, шестой пункт, это возможность предоставления доступа к учебным планам и рабочим программам. Здесь я предлагаю вам обратиться к учебным роликам, которые описывают книгобеспеченность. Следующий пункт, возможность формирования электронного портфолио обучающихся. Необходимость этого описана в пункте 7.1 ФГОСа по программам бакалавриата и магистратуры. Ну и, наконец, восьмой пункт, это предоставление образовательных ресурсов в формах, адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. Прежде всего, идет речь, конечно, о людях со слабым зрением. И, в частности, в нашей электронной библиотечной системе для этих людей есть, во-первых, возможность чтения текста при помощи специальных автоматических программ. И второе, что есть в нашей электронной библиотечной системе, большое количество мультимедийных изданий, в частности, аудиоучебников, которые можно использовать людям с плохим зрением или вообще слепым. Итак, в этом ролике мы познакомились с функционалом электронной библиотечной системы, который называется «Показатели ЭБС». На этом мы завершаем данный ролик. Спасибо вам за внимание. Встретимся в новых учебных роликах. В дополнение к только что сказанному хотел бы отметить, что у нас уже некоторое время, достаточно длительная, существует версия к последнему пункту относительно слабовидящих пользователей нашей системы. Есть режим высокой контрастности, который включается по изображению такого глазика в самом верху нашего интерфейса. И это дополнительная возможность для этой категории наших клиентов. Следующий пункт – книгообеспеченность. Как я уже сказал, подробно о нем расскажу послезавтра. Сегодня просто вкратце, что вашу книгообеспеченность вы можете формировать непосредственно в библиотеке ВБС. И делать это посредством специального инструмента, который позволит вам использовать не общий поиск по системе, а поиск изнутри вашего сервиса книгообеспеченности. И плюс пользоваться некими рекомендациями. Первая из них – это рекомендация наших библиографов, которые заполняют ваши направления обучения и дисциплины некоторым количеством книг, предположительно интересных вам. И второе – это рекомендательный сервис, когда у вас есть информация от других ВУЗов о том, что они подключили, причем это ведущие ВУЗы, отобранные ВУЗы, которые подключили к своей книгообеспеченности эту книжку. И вот как это видно, книжка подсвечивается зелененьким цветом, таким зеленым фоном, и указывается количество ВУЗов, которые включили ее в свою книгообеспеченность. Это такой вот коллективный разум, который позволяет вам знать, какая книжка хорошая, а какая нет, уже по рекомендациям конкретных ВУЗов, которые ее применяют в своей книгообеспеченности. Следующий пункт – это Русмарк, записи Русмарк. Это способ организации связи, интеграции вашей электронной библиотечной системы с вашей библиотекой вообще, с ее АБИС, автоматизированной библиотечной системой информационной. Вот. И модуль Русмарк располагается вот здесь, вот, как вы видите, дальше в нашем списке возможностей. Тут можно выбрать разделы, можно выбрать отдельные коллекции, внутри них можно выбрать отдельные книжки. И в самом низу, после того, как вы выберете тот контент, который вам надо перевести в формат Русмарк, получить информацию о нем в формате Русмарк, вы можете выбрать формат вывода. Это ISO в кодировке Windows, ISO в кодировке Unicode UTF-8. Простой текстовый формат, он удобен для… да, вот первые два формата – это как раз для организации интеграции. Их понимают АБИС в качестве входного материала. Текстовый формат – это для контроля просто. И формат XML – это формат, который любят программисты. Если у вас производится интеграция специализированная силами ваших разработчиков, то формат XML – это лучший выбор. Ну и вывести можно по принципу одно издание – одна запись, либо все издания одним, внутри одного файла, либо блоками по тысяче записей. Это такой промежуточный вариант, когда хочется и проконтролировать с одной стороны, а с другой стороны по одному файлу слишком неудобно. Одним файлам получается слишком много и тоже там достаточно трудно проконтролировать. Ну и тут есть тот же самый инструмент, что и в начале вебинара я вам говорил. Можно не только все ваши запасы электронных книг перевести в формат Rusmark, но и делать выборки между запомненными состояниями. Ну, например, вы прошлую интеграцию делали полгода назад, а теперь вы захотели… Да, вот так вот примерно выглядит запись Rusmark в виде XML. Мы поддерживаем 19 полей в Rusmark основных. Вот здесь, как вы видите, такой же примерно инструментарий. С любым из запомненных состояний вы можете сравнить, например, с полугодовой давности и вывести отдельно добавленные книжки и удаленные книжки. И вот с этим материалом вы уже можете прийти в Abyss и откорректировать в этой информационной системе ваши записи Rusmark. Следующий пункт меню – это недоступный контент или, как часто его называют, отказы в библиотечной среде, список отказов. Это та информация о запрашиваемых в университетской библиотеке онлайн книжках, которые принципиально в максимальной коллекции есть, но нет конкретно вашей подписки. Такая книжка возникает в поиске, но при попытке доступа к ней, как раз вместо того, чтобы показать ее, конечному пользователю приходит информация, что она отсутствует в вашей подписке. А для вас появляется информация вот в этом пункте меню, обновляется информация, и тут вы видите, какую книжку сколько раз заказали, и она была недоступна. Например, вот тут видно, что вот эта книжка, ее 59 раз пытались почитать, и не получилось. И, возможно, это означает, что при вашу подписку надо скорректировать, включить туда именно эту книжку, либо это издательство и так далее. Это уж как вы посчитаете нужно. Следующий пункт – это статистика контента. Статистика контента располагается уже в отдельной вкладке. Какие у нас есть статистики? Прежде всего, это статистика просмотренных ресурсов, статистика по пользователям, рейтинги контента и показатели статистики по международному стандарту Counter. Статистика – вот она, это уже другая вкладка в вашем личном кабинете, не «Мой ВУЗ». Не вот здесь она располагается, а вот здесь. И здесь вот есть вот эти пять пунктов, пять подвкладочек. Вот этот пункт мы с вами рассматривать не будем. Он для совместимости со старыми версиями ЭБС, в которых можно было скачать ресурсы в специальном кодированном формате. Сейчас эта услуга оказалась неактуальной, и мы ее уже давно исключили из ЭБС, поэтому рассматривать не будем. Самая подробная информация – это просмотренные ресурсы. Вот она, первая подвкладочка. Здесь появляется информация о всех книжках запрошенных и количестве просмотров. Если же вы нажимаете на кнопочку с изображением книжки, то появляется такая кнопочка у каждого издания есть, то появляется конкретная информация о том, кто запрашивал эту книжку и какие страницы были запрошены и прочитаны. Прошу прощения, у меня мышка сорвалась. Вот здесь вот. Ну что ж, этот вид статистики, как и любой другой вид статистики, он доступен в виде Excel-файла. Для этого надо просто... Да, прошу прощения, сначала хочу сказать, что здесь тоже можно указать начало периода и конец периода. Причем в данном случае здесь периоды уже не привязаны к запомненным состояниям. Вы можете выбрать любую дату в качестве начала периода и любую дату в качестве конца периода. Ну и можете либо показать, либо выгрузить в Excel. При выгрузке в Excel действует вот эта вот галочка. Можете запросить в краткой форме, либо в полной форме. И если полная форма, то вот эта вот информация тоже включается о том, какие страницы были запрошены. Вот так примерно выглядит Excel-файл в короткой форме. Это информация об изданиях и о количестве просмотров. И вот так в полной форме здесь уже и страницы тоже помечаются, а также все пользователи, которые запросили информацию. Следующий пункт статистики – это статистика посещений. По сути дела, это статистика по вашему контингенту. Кто сколько ходил, кто сколько читал и какая у него была роль. При этом это преподаватель, это сотрудник библиотеки. То есть вы либо это конечный пользователь студент. Вот тут тоже можно выбрать начало периода, конец периода, произвольные. Можно выбрать диапазон группировки – месяц или неделя. И тогда вот здесь вот видите, вот этот диапазон группировки появляется вот здесь. И посмотреть, сколько вот в данном случае по месяцу отранжировано все. И информация о том, сколько в ноябре читали. Вот видно, что вот этот пользователь читал 204 раза входил в систему за ноябрь, следующий пользователь 6 раз и следующий пользователь 3 раза. Вот такая вот информация по пользователям доступна. Также это все можно скачать в виде Excel-файла и уже дальше анализировать этот Excel-файл. Следующий вид статистики – это рейтинг. Рейтинг издательства. Рейтинг издательства тоже доступен в виде Excel-файла. Ну, очень простой рейтинг – это просто издательства по степени их употребимости в вашей версии электронной библиотеки. Вот первое издательство. Ну, в данном случае у нас тестовый пример, поэтому, откуда я делал этот скриншот, поэтому наше издательство, оно на первом месте есть. Ну, вот второе издательство и так далее. Анализируя этот список, тоже можно понять, какие издательства наиболее популярны и, может быть, сделать корректировку на следующий сезон, что дозаказать, что, может быть, наоборот, убрать из подписки и так далее. Да, ну и вот так вот просто выглядит эта табличка в Excel. Ее тоже можно скачать. Ну и последний вид отчетов. Он доступен только в Excel-форме. Это отчеты по стандарту Counter, международный стандарт для электронных библиотек. Зачем он нужен? Для того, чтобы можно было бы сравнивать разные электронные библиотеки между собой. Потому что внутренняя статистика каждой электронной библиотеки, она может строиться по нестандартному принципу, по тому принципу, который был удобен создателями данной электронной библиотеки. А вот стандарт Counter, он является стандартом, поэтому в нем можно сравнивать разные системы. Мы поддерживаем 9 видов формы отчета. И по кнопочке «Выгрузить в Excel» этот отчет возникает у вас. По каждому из этих 9 пунктов можно заказать отдельно это все. Ну и последний пункт, который мы сегодня с вами рассмотрим, это поисковые выборки. Вообще говоря, это инструмент, который доступен и слушателю, и преподавателю тоже. Но ввиду его важности для библиотекаря, я его рассказываю обычно и в разделе для вебинаре для библиотекаря тоже. Поисковые выборки – это способ формирования списков литературы путем поиска. Когда вы что-то ищете, у вас появляется поисковая выдача, и в этой поисковой выдаче вам попадаются те книги, которые вы хотите посмотреть, и те книги, которые вы не хотите. То есть вы отделяете зерна от плевел. И это происходит еще до того, как вы читаете эти книжки. Чтобы сформировать этот список, вам надо поставить соответствующие галочки. Сейчас это будет специальным небольшим роликом пояснено. А здесь только покажу, где это находится. Это находится во вкладке «Мои события» и в подвкладке «Поисковые выборки». И вот специально показываю два разных варианта. Вот такой упрощенный вариант. Это то, что видят преподаватели и студенты. И вот тот вариант, который видите вы, администратор. Здесь у вас отдельно есть выборки «Ваши», выборки студентов, выборки абонентов и выборки преподавателей. И внутри, например, каждой из этих категорий, например, выборка преподавателей, у вас есть фамилии тех, кто делал поисковые выборки, а дальше уже название самой выборки. И последний пункт – это сами издания внутри этой выборки. Все это вам доступно для просмотра. А вот как это делается, мы сейчас посмотрим отдельно уже в виде ролика. И на этом завершим наш сегодняшний вебинар. Итак, давайте запустим поисковые выборки. Добрый день. Меня зовут Павел Калиников, а мы продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом университетской библиотеки онлайн. Тема нашего сегодняшнего видеоролика – поисковые выборки. Функционал поисковых выборок доступен всем ролям университетской библиотеки онлайн – и студентам, и преподавателям, и библиотекарям. Это один из ведущих функционалов, и мы сейчас его рассмотрим. В настоящий момент мы находимся на главной странице университетской библиотеки онлайн. И чтобы попасть в раздел поисковых выборок, выберем кнопку «Мой вуз». На появившейся страничке выберем вкладку «Мои события». И на этой вкладке выберем под вкладку «Поисковые выборки». В настоящий момент среди поисковых выборок у нас присутствуют четыре выборки. Вот они. Эти поисковые выборки были сформированы ранее в процессе поиска. А теперь я покажу, как сформировать новую поисковую выборку и поместить ее в этот раздел. На этой вкладке браузера у меня открыт расширенный поиск университетской библиотеки онлайн. Давайте что-нибудь поищем. Прежде всего я выбираю слово или словосочетание поиска. Я знаю, что я хочу найти, поэтому я выбираю слово «Скорбь». Позже вы увидите, какие книжки я пытаюсь найти. Я могу выбрать любые фильтры в расширенном поиске. В настоящий момент я выбираю фильтры по году издания. Это будет период начала 20 века. А теперь произведем поиск. Мы получили какую-то поисковую выдачу. Давайте проанализируем ее. В поисковой выдаче мы находим те книжки, которые я искал. Это несколько книжек серии «Книга русской скорби». Отметим их. Как мы видим, в момент отмечания самой первой книжки появилась кнопочка «Сохранить выборку». Вот она. Это плавающая кнопочка, которая будет сопровождать нас по мере листания списка выдачи вниз. Давайте отметим еще книжки. Мы выбрали все книжки, которые нам необходимы. Теперь мы можем нажать на кнопочку «Сохранить выборку». При сохранении выборки есть несколько вариантов. Мы можем дать имя новой выборки или выбрать из тех выборок, которые существуют. В данном случае мне хочется дать выборке новое название. Я набираю его. После подтверждения поисковая выборка добавлена. Теперь переместимся в личный кабинет, чтобы убедиться, что выборка добавлена. Чтобы выборка появилась в личном кабинете, необходимо перегрузить страничку. Теперь мы видим, что в поисковых выборках появилась выборка под названием «Книга русской скорби». Нажимаем на нее. Появляется список из шести книг. Любую из этих книжек мы можем открыть и почитать. При необходимости мы можем отредактировать название. Удалить его. Или скачать список в виде Excel файла. Давайте я удалю выборку, чтобы привести систему в то состояние, в котором она находилась до записи ролика. Вот и все, что вам надо знать о поисковых выборках. Это простой и удобный механизм для сохранения сведений о интересующих вас книжках в ваш личный кабинет. Спасибо за внимание. Встретимся в новых роликах. Встретимся в новых роликах. Коллеги, ну вот и все. Сегодняшний вебинар подошел к концу. Это то, о чем я сегодня вам рассказал. Это основа функционала библиотекаря. Есть, конечно, некоторые нюансы в пользовании этих сервисов. И, наверное, это не все, что надо знать библиотекарю. Ну, кроме того, конечно, университетская библиотека онлайн – это не единственный наш продукт. Есть и другие, о которых я буду рассказывать на наших вебинарах. Ну, так вот методически это все. Вот, коллеги, какие есть вопросы? Я прошу тех из вас, кто является представителем библиотеки в единственном числе, у кого есть, может быть, подчиненные или другие люди, которым в библиотеке, которым было бы интересно это знать, довести до их сведения, что вот такой вебинар проведен, и его запись будет доступна где-то в четверг, в пятницу, то есть завтра-послезавтра, они могут этот вебинар посмотреть в записи и, соответственно, получить эту информацию. Ну что ж, коллеги, спасибо вам большое за участие в вебинаре. Тот вопрос, который я видел от Людмилы Викторовны, я уже направил, пока шел наш ролик, нашим администраторам. Надеюсь, что они в ближайшее время ответят. Спасибо, спасибо Галине Викторовне за такое мнение о нас. Мы будем стараться и дальше вас обо всем информировать. И, как я хотел бы еще раз вам сказать, что наша Директ Академия – это вебинар каждый день практически, да, и будет много интересных вебинаров как о наших продуктах, так и выступлений приглашенных экспертов, очень интересных экспертов. Смотрите записи и приходите на наши вебинары. Всем спасибо, встретимся послезавтра, когда я буду говорить про книгообеспеченность. Всего хорошего, до новых встреч в новых вебинарах. Субтитры сделал DimaTorzok